65 лет совместной работы. Беларусь и ЮНЕСКО уже более полувека сотрудничают в сфере науки, информационных технологий, культуры и образования. Так, например, в столице работают семь ассоциированных школ ЮНЕСКО. В одной из таких побывала наш корреспондент Светлана Чернова и пообщалась с теми, кто не просто стремится, а уже меняет твой город к лучшему. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Статус первой ассоциированной школы ЮНЕСКО в Беларуси Минская гимназия номер 50 города носит уже чуть более полувека. Здесь обучение строится на трех важных принципах. Учиться знать, учиться делать и учиться быть. Миссия школы – это формирование правильного восприятия подрастающего поколения, соответственно, и как правильно достигнуть устойчивого развития, как это делается и что есть устойчивое развитие. И главный эффективный инструмент для этого – участие в тематических миротворческих программах и марафонах, разумеется, с выходом на международную арену. Накануне столичная гимназия заявила о себе во время научной конференции «Модель ООН», которая проходила в Санкт-Петербурге. В данный момент здесь проходит заседание клуба ЮНЕСКО. Старшеклассники готовятся к международной акции «Самый дружный хоровод». Тысячи школьников, педагогов и родителей со всех уголков земли возьмутся за руки в поддержку мирного детства. Это учебное заведение не единственное, которое имеет статус ассоциированной школы ЮНЕСКО. В нашей стране таких 19, и 7 из них в столице. Да и в принципе образование – лишь одна из точек соприкосновения с международной организацией. Теперь все этапы взаимодействия в разных областях можно увидеть на портале «Беларусь и ЮНЕСКО. Вехи сотрудничества». Новый виртуальный проект представили в Национальной библиотеке. За последние порядка 20 лет у нас реализовано более 200 совместных программ с ЮНЕСКО в разных сферах – наука, культура, образование, информация, информационные технологии. И все это собрано в 10 разделах портала, которые рассказывают о наших деятелях культуры, награжденных медалями ЮНЕСКО, о памятных датах, исторических событиях и истории. Проект создан к 65-летию сотрудничества Беларуси и международной организации. Так что познакомиться со статьями из журналов и сборников, аудио- и видеодокументами фондов Национальной библиотеки страны теперь можно даже не выходя из дома. Светлана Чернова и Александр Шостакович о работе ЮНЕСКО в твоем городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова